Психические заболевания и их последствия, а также основания для госпитализации. Об этом мы поговорим в рамках очередной программы «Акцент у нас» в студии, исполняющей обязанности главного врача Севастопольской городской психиатрической больницы, внештатный психиатр главного управления здравоохранения правительства Севастополя Анатолий Раубуд. Здравствуйте, Анатолий Борисович. Здравствуйте, Володя. Я в первую очередь хочу сказать благодарность за приглашение вашего информационного канала на вашу передачу с целью, ну, по крайней мере, может быть, акцентуировать какие-то основные моменты в нашем городе Севастополе по оказанию, ну, и первичной, и стационарной психиатрической помощи жителям города Севастополя. Все-таки давайте начнем с того, как на сегодняшний момент осуществляется диагностика психиатрических заболеваний. Диагностика психиатрических заболеваний может быть осуществлена при плановых диспансерных наблюдениях населения, при обращении самих людей к врачам-психиатрам, или по обращению любых иных лиц в лице, то ли руководителей учреждений, где работают люди, соседей, работников милиции, при обращении с письменными обращениями или сусными диагностика заболеваний психических может быть выявлена или установлена. А с переходом в российское законодательное поле изменились ли как-то законодательные основы госпитализации людей с психиатрическими отклонениями? По сути, фактически два закона, что украинский, что российский, о психиатрической помощи, они фактически где-то идентичны. Есть определенные разногласия, ну не разногласия, а отдельные статьи, которые, например, в украинском законодательстве предусматривал принудительную психиатрическую помощь, оказание ее тем лицам, которые не совершили каких-либо уголовных деяний, но уклонялись, будем так говорить, от наблюдения у врача-психиатра. То там решение суда было обязательно для того, чтобы исполнять решение суда. В российском законодательстве этой статьи нету, и принудительные меры оказываются лишь только тем лицам, которые совершили какие-либо общественно опасные действия. Наверное, бывает так, что к вам звонят люди, которые сообщают о том, что вот мой сосед, у него явные психиатрические отклонения, может быть, вы приедете, заберете его. Вот как приходится реагировать на такие сообщения? В связи с этим есть как бы госпитализация плановая, а есть как бы, может быть, оказание психиатрической помощи экстренное. Вот те случаи, о которых вы ведете разговор, они не только должны быть восприняты руководителем, то ли это поликлинической службы, то ли это стационарной службы, для обязательного принятия решения о госпитализации или осмотре психических, ну, человека. У которого подозрение. Да, у которого есть как бы подозрение у соседей или еще у кого-либо. Обязательным является наличие полученной информации о тех проявлениях, о которых ведет сам заявитель. То есть клинические признаки какие-то. Ну, какие-то, да, должны быть в первую очередь, потому что в большинстве случаев, как бы, люди обращаются и видят неудобства проживания рядом с людьми, которые создают им массу проблем. Например, человек, пьющий или дерущийся, ведущий себя агрессивно, это еще не показатель того, что он подлежит госпитализации в психиатрический стационар. Однозначно должны быть более выраженные психические отклонения. Как их определить? Вообще есть ли какие-то признаки определения от психических заболеваний? Да, конечно. Ну, будем так говорить, что диагностика заболеваний любых, в данном случае психиатрических, основывается на международной классификации болезней, где определены определенные критерии, которые должны быть диагностированы у каждого человека. Если мы говорим о психических расстройствах, то в первую очередь это должны быть, естественно, выявлены, по крайней мере, расстройства. Если мы говорим о грубых расстройствах психической деятельности, это должны быть выявлены, в первую очередь, расстройства восприятия. Нарушение определенное. Восприятие, это имеется в виду восприятие окружающего мира, то ли это слуховые галлюцинации, зрительные, тактильные. Это должны быть выявлены определенные расстройства мышления, то есть суждения человека, способность излагать какую-то… Измененное, можно сказать. Ну, или измененное, да, это, естественно, нарушение мышления измененное. Это нарушение эмоций, ну, прежде всего, это будет бросаться в глаза, по крайней мере, то ли неадекватное повышенное настроение, то ли подавленность. То есть реакция на определенные раздражители неадекватная, вот стандартная. Или, да, или в длиннике они продолжаются. Это, естественно, нарушение памяти и интеллекта могут бросаться, ну, и поведенческие расстройства в том числе. Насколько они распространены вот в Севастополе, психиатрические заболевания? Ну, будем так говорить, что заболеваемость в городе Севастополь в сравнении вот с последними, которые мы получили данными Российской Федерации, заболеваемость, например, по отдельным нозологиям где-то она превышает. Ну, в частности, может быть, по шизофрении, например, мы где-то заболеваемость у нас немножко выше. Ну, например, по другим нозологиям, например, которые касаются старческих психозов или умственной отсталости, то заболеваемость у нас достаточно оптимальная. То есть, можно сказать, это где-то вот плавающий такой график, в чем-то хуже, в чем-то лучше ситуация. На самом деле, вот какие из заболеваний наиболее опасны вот именно в социальном отношении? Естественно, это те заболевания, которые в какой-то степени лишают человека способности адекватно оценивать окружающую ситуацию. Я опять буду говорить о тяжелых критериях психического заболевания. Это способность, мы будем так говорить, рассуждать правильно, воспринимать правильно, ну и давать оценку своим действиям. Всегда ли оправдана госпитализация человека? Нет, не всегда. И законодательство, и российское, и украинское в области психиатрии всегда предусматривает возможность наименьшего ограничения прав и свобод любого человека, в данном случае, страдающего психическим заболеванием. Если есть возможность оказать эту помощь в амбулаторных условиях, в первую очередь принимается такое решение. И стационарная помощь лишь только принимается решение тогда, когда эту помощь в амбулаторных условиях по каким-то причинам оказать невозможно. Например, даже если человек не понимает необходимости в ее получении, то в этом случае законодательное право требует обращения медицинских работников в суды, в инстанции судебные, о принятии решений судебными инстанциями постановлений о необходимости или необходимости оказания данному лицу психиатрической помощи в стационарных условиях. Кстати, вот что касается стационарных условий, насколько сегодня у вас требованы услуги врачей Севастопольской городской психиатрической больницы? Хочу сказать, что за последние годы тот коечный фонд, который существует в нашей больнице, он фактически выполняет тот объем, который существует. То есть загружен, можно сказать. Мы лишь только можем в последний год и в этот, который мы перешли год, говорить о проблеме накопления определенного контингента психических больных на наших койках. Это буду говорить о тех людях, которые имеют выраженные глубокие изменения психики, то ли это возрастные, а наш город, будем так говорить, стареющие. Стареющие, да, и достаточно много одиноких людей, и необходимость в оказании посильной, будем так говорить, то ли помощи нуждающейся в уходе и оказании медицинской помощи в купировании каких-либо отклонений не дает возможности дальше перевести людей, например, в систему социального обеспечения, в дома-интернаты, если они одиноки. То есть, по сути, насколько я понял, больница выполняет такие двойственные функции? На сегодняшний день, получается, да, идет накопление вот таких больных. Если раньше у нас была возможность переводить в дома-интернаты по всей Украине, то сейчас, с учетом, да, что мы стали отдельным федеративным органом, ну или федеральным, в связи с этим мы не располагаем на сегодняшний день в городе соответствующих коек психоневрологического интерната. Поэтому будем надеяться, что социальная служба, в конце концов, откроет такие койки, и будет возможность как бы дальнейшей реабилитации таких больных. Людей, которые, ну, будем говорить, практически постоянно находятся у вас много или нет? Ну, я думаю, что которые находятся свыше года, это фактически единицы. Еще говорю, что это фактически те, кто по социальным показаниям. Ну, а в среднем курс лечения составляет какое промежуток времени? Для того, чтобы вот снять острое, насколько я понимаю, все острое проявление заболевания, и потом человек мог вернуться к социально активному образу жизни. Или, по крайней мере, вот находиться уже дома? Находиться уже дома. Ну, будем так говорить, что каждая нозологическая единица или каждое заболевание, проявление заболевания, то ли это маниакальное состояние, то ли это депрессивное, то ли это шизофрения, то ли это какие-то иные психические заболевания, они имеют утвержденные стандарты лечения, где предусмотрены определенные сроки оказания, да, как в амбулаторных, так и в социальных условиях. Поэтому задача, естественно, всех врачей, всех поликлинических или стационарных службы, это обеспечить выполнение этих стандартов. Поэтому эти сроки всегда должны быть учтены. Ну, в среднем будет так говорить, что в больнице, где-то говоря и о тех больных, которые находятся по социальным показаниям достаточно долго, и те больные, которые поступают и выписываются, средние где-то койко-день у нас около 50 дней. В Российской Федерации он где-то 80-90. То есть больше. Больше, да. Причем значительно. Значительно. Сейчас, вот учитывая последний год, насколько улучшилось финансирование больницы? Ну, существенно, да. Мы, конечно, это подчеркивали неоднократно, но если, ну, давайте 14-й не буду говорить, 13-й, да, когда мы жили в Украине, где финансирование было достаточно, ну, так, ограничительным, да. И те средства, которые предполагались на содержание больного в стационаре, а это самая красивая картинка, да, которая подтверждает, сколько же государство тратит на содержание больного в стационаре, то в нашей больнице это определялось, что порядка до 3 гривен это на лечение, и порядка до 80 гривен это на питание. Но это же нереально мало. Это было нереально мало, да. На сегодня, ну, с 2014 года, вот, финансирование стало немножко, ну, не немножко, но абсолютно стало другим. И на питание, например, по итогам прошлого года у нас вышло порядка где-то около 80-90 рублей, даже если это разделить на 3, то, ну, я не знаю, это, наверное, уже по сколько раз повысилось, да. И на лечение сейчас выходит порядка где-то около 120 рублей, даже если это разделить на 2, но... Насколько тяжела работа сегодня сотрудников психиатрической больницы? Ну, хочу сказать, что, наверное, любая работа имеет определенные... Ну, а там свои нюансы у вас же. Ну, свои нюансы как определены тем, что мы все-таки отнесены к категории тех профессий, где есть определенные вредности, да, связанные с психоэмоциональной нагрузкой и угрозой, будем так говорить, определенного вреда своему здоровью, да, который может быть со стороны больных людей. Поэтому работа, есть работа, и те, кто принял решение работать в психиатрии, они фактически остаются, и текучесть кадров, будем так говорить, достаточно невысокая. Да, она где-то, наверное, сегодняшний день не хватает кадрового состава и врачебного, не хватает младшего медицинского персонала, но, по крайней мере, основные функции наши больницы как бы выполняют. Ну, а молодежь приходит все-таки к вам? Да, естественно, и есть план приема, будем так говорить, выпускников Крымского медицинского университета в лечебное учреждение города Севастополя, и мы опять вот ждем нового интерна, который с весны должен прийти и пополнить наши ряды. Среди молодежи есть ребята, которые подают надежды? Конечно, но на это как бы и делается ставка, собственно, да, потому что я не открою как бы большой какой-то тайны, если скажу о том, что средний возраст сотрудников или по врачебным, как и по другим лечебным учреждениям, я думаю, что это во всех, наверное, инфоканалах звучит, что достаточно высокий процент пенсионеров, да? Это да. И те условия работы, с которыми столкнулись мы сегодня, ну, я говорю, всю медицину, не только себя, увы, но определенная часть людей уже пенсионного возраста просто сложила, будем так говорить, полномочия ввиду, ну, определенных нагрузок, да, которые возросли в энное количество раз, и поэтому будем надеяться, что молодежь не испугается нынешней ситуации, останется работать, и дальше будет поддерживать здоровье, психическое здоровье наших людей. Ну, желаю, чтобы к вам приходили люди молодые, которые хотели, желали работать и умели это делать. Спасибо. Спасибо большое, что нашли время, пришли к нам в эфир. Я напоминаю, вы смотрели программу «Акцент», эфир же информационного канала «Севастополя» продолжается. Не переключайтесь. Субтитры подогнал «Симон»